Ой, что это странное маленькое и пущеглазое сидит на коленях у твоего друга? Вроде как Собакин, но не очень-то и похож. Неисповедимы пути эволюции. Правда, эволюция тут виновата только отчасти. Это мы целых 400 пород собак и более 70 пород кошек намутили. Но как и зачем? Долгое время считалось, что первыми тусить с катанами начали египтяне во втором тысячелетии до нашей эры. По крайней мере, именно они нарисовали первый кошачий портрет. Но в 2004 году на территории Кипра в одном из захоронений нашли кошку, возраст которой насчитывает более 9 тысяч лет. Самые разные ДНК исследования показали, что предками современных усатых-полосатых является дикий степной кот Фелис Сильвестрис Либика. Эта реликвия до сих пор шляется по полям и степям Африки и Азии. Профессор Римского университета Тор Вергата Клаудио Атони вместе с группой международных ученых смог выделить особый митохондриальный портрет степного кота. Ученые заявляют, что он в той или иной степени присутствует в генах всех современных кошек. Исследователи считают, что примерно 10 тысяч лет назад этот самый Фелис Сильвестрис Либика сам прибился к людям, потому что обнаружил, там, где есть кожаные, там мыши и крысы. А значит, еда. Ученые уверены, что египетские кошки – это отдельная ветвь того же кота с похожей историей. Теперь о пёселях. Еще недавно история их происхождения имела волчий след. Типа в один прекрасный день первобытный чувак решил, что ему кровь из носу нужен помощник на охоте, и приручил дикого волка. Но эта идея имела один серьезный бак. Откуда взялись тогда дикие собаки? Джону Новэмбру и его коллегам из университета Чикаго удалось расшифровать геномы подвидов волков, обитающих в Израиле, Хорватии и Китае, а также геномы немецких боксеров, африканских немых Басенджи и австралийских Динго. Последние дикие собачки были выбраны не случайно. Там, где они обитают, волков в принципе никогда не было. Новэмбр выяснил, что собаки не являются прямыми потомками волков. Но оба вида имеют общего предка, который жил на территории Европы между 32-м и 7-м тысячелетием до нашей эры. Другой американский ученый Роберт Уэйн из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе считает, что именно там 15-20 тысяч лет назад наши предки их и приручили. А затем человек начал разводить и изменять собак, стараясь как лучше для себя, конечно. Прекрасные охранники, охотники, пастухи давали такое же прекрасное потомство, обладающее нужными качествами. А внешние признаки скорее прилагались бонусам к усовершенствованной выносливости или охотничьим навыкам. Параллельно шла естественная эволюция, связанная с окружающей средой и условиями жизни. Но во второй половине 19-го века британская знать вдруг поняла, что красивый лук и прокачанные скелы собак это отличный повод похвастаться перед соседом. Появились понятия порода, родословная и родословные книги. Списки родственников зверюшек до десятого колена. Чем длиннее, тем круче. Выбирался какой-то признак, например узкая морда, и уже под этот признак находились похожие породы для скрещивания. Иногда желаемая особенность возникала в результате случайной мутации. Из полученного потомства выбирали самых лучших представителей и снова скрещивали между собой. Это продолжалось до тех пор, пока необходимый признак не появлялся у всех представителей этой породы. Такой метод селекции используется и сегодня. Он называется инбридинг, или близкородственное скрещивание. К сожалению, в результате такого скрещивания, вместе с легко узнаваемой внешностью, животные получают и кучу проблем со здоровьем. А что там с котейками? А тут все сложно. Несмотря на долгую историю общения с человеком, особого внешнего разнообразия у кошек добиться так не удалось. Причина проста. С самого начала в этом не было практической пользы. Что с кота возьмешь? Ловит мышей, ластится и мурлычет. Вот и весь функционал. В отличие от собак, которые и сани тягают, и овец охраняют. Еще одна причина разводить собак оказалась намного проще. Они животные социальные, для них важна иерархия. Поэтому особь женского пола всегда выбирает самого крутого самца. Все, что нужно сделать селекционерам, найти такого красавчика. По какому принципу кошка выбирает котов? Это одному кошачьему богу известно. Ведь она запросто может отдаться облезлому и блохастому кошаку из подворотни, но проигнорировать породистого красавчика, выбранного селекционерами. Прям как люди иногда. И, наконец, в генетическом наборе котиков гораздо больше вариаций, чем у собак. Все дело в так называемом крысинговере. Процессе, при котором хромосомы обмениваются своими участками во время образования яйцеклеток и сперматозоидов. И он у котиков случается намного чаще, чем у других животных. Благодаря этому кошачьи могут похвастаться большим генетическим разнообразием. Что для пушистиков, конечно, хорошо, а вот для селекционеров не очень. Так у мамы кошки за один раз может родиться куча разных котят. И не факт, что у них будут нужные селекционерам черты. В общем, лайк, если так и не понял, нафига вывели чихуахуа. Подписка, если хочешь завести себе мейн-куна. И удар в колокол, если хочешь получать уведомления о наших новых видео. Всем мяу! Субтитры сделал DimaTorzok